Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от жизни и это продолжение нашей карьеры за Лестер. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился ролик и остальные ролики на моем канале, не поленитесь, подпишитесь на канал, вам не трудно, мне будет очень приятно, тем более немножко, нам осталось до 1000 подписчиков. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на этот канал есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там видеть, давайте добьем там 50 подписчиков. Ну что же, сегодня у нас очень серьезный матч, тем более стартуем с них, мы играем против Тоттенхэма, которые, ну, если нас действительно обыграют, они обгонят нас в турнирной таблице, встанут на 5 место, но также играем дома против Манчестер Сити. Они тоже практически наравне с нами идут, небольшое здесь отставание в 5 очков, поэтому мы можем себя немножечко приблизить к топ-3, топ-4, вот моя, наверное, задача это топ-4, по крайней мере на этот сезон, чтобы в следующем участвовать в Лиге Чемпионов, все-таки у нас задача это выиграть Лигу Чемпионов, либо вот в этом году направить все силы на победу в Лиге Европы, чтобы получить квоту на групповой этап Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Ну что же, сейчас будем мы играть против Тоттенхэма, давайте посмотрим, что у нас за состав, кто у нас здесь готов, кто не готов. Так, давайте я, кстати, вот сразу, мне вот это вот немножко неудобно, я так понимаю, там у нас это все изменилось из-за того, что Орбан когда-то травму, может быть, получал, вот так вот мы это сделаем, вот, я так понимаю, вот эти двое нам не нужны, если я ничего не путаю, или нет, Морган вроде тоже нужен, поэтому вот так, Джастин нам только не нужен, если я вот ничего не путаю. В этом выпуске у нас не будет трансферного окна, трансферное окно откроется только в следующем, поэтому уже игроки, ну, точнее, мы вроде как зацепим трансферное окно, к нам придут новые футболисты, которых мы подписывали в этом межсезоне, межтрансферного окна, вот, но сыграем мы за них уже только в следующем выпуске. Ну что же, вместо Санчеса, я не знаю, даже Морган тоже без формы такой, давайте Орбан, нам ничего не остается делать, здесь у нас Кастагна, к сожалению, не сможет принять. Так, 71-й Джастин, кстати, поэтому, мне кажется, здесь без вопросов Джастин, тем более форма хорошая, мы его и возьмем, по крайней мере, пока у нас в команде будем пользоваться этим моментом. Все, Тоттенхэм против Лестера, у них, кстати, Анна на наворотах, и Гонсалу Игуаин, я даже не посмотрел на их состав, Дэвис, Дайер в оборонке, интересно, ну а так все, вот только Игуаин, нападение Анна, прям таких изменений роковых у Тоттенхэма нету. Итак, Тоттенхэм Ходспурт Стадион, Тоттенхэм принимает сегодня Лестер, английская премьер-лига, поехали. Хорошо, Нидидиди здесь поборолся, буквально пару мгновений мяч задержался, и забивает, Тоттенхэм выходит вперед, это Лукас Моура, 31-ая минута, я вообще не понимаю, почему-то он не шмейхель, не смог ничего, просто противопоставить этому удару. Спортзащитник еще и пробил самую девятку Лукас Моура, ну а мы проигрываем, пойдем теперь, получается, в атаку, нам терять-то нечего. И все, минимальное поражение, Тоттенхэм обыгрывает Лестер, минимально у них был действительно там один удар в створ, сейчас я не знаю, по статистике, ну, один, после перерыва так и было. Лестер действительно проиграл, по всем показателям провалили, ни разу даже не смогли пробить в створ, поэтому сами виноваты. Итак, после 16-го тура мы опустились аж на седьмую строчку, то есть были мы на пятой, но вот теперь у нас до четвертого места 4 очка, теперь еще играет с Манчестер-Сити, которые поднимаются на вторую строчку, все замечательно. Так, у нас скауты находят левого защитника, вообще замечательно, Кира Натирни, 23-летнего, вообще замечательный вариант, и Аликстелес, это все игроки из АПЛ, вот, также Регульон, как вариант, ну, и здесь Оливера, но это вряд ли я бы брал, мне нужен 80+, сразу, на будущее такой вот задел, поэтому я даже не знаю, ну, сколько будет стоить Тирни, очень дорого для нас, даже если вот так вот, поэтому, Телеш еще будет там, наверное, подороже, да, ну, и Регульон, Регелон, тоже, но я бы накопил на самом деле, вот, Тирни, мне кажется, вообще замечательный будет вариант, мы видим по карте его позиции, он может и слева в защите, и слева в полузащите, и, я так понимаю, центральным защитникам, да, отыграть, поэтому очень хороший будет для нас вариант, немножко нам надо подкопить, продать кого-нибудь еще из игроков, и все будет замечательно. Ну, а сейчас у нас игра против Манчестер Сити, они идут на второй строчке, мы играем дома, вряд ли нам что-то это сильно поможет, сильно исправит нашу ситуацию, так как Костагне, ну, 74, я не знаю на самом деле, давайте Костагну лучше попробуем, потому что Фуч, у него очень маленькая, я так понимаю, там выносливость, есть ли там вообще у него такой вот показатель, как его вообще вот посмотреть, выносливость 75, а у того же Костагне 87, то есть, да, действительно, поэтому я бы поиспользовал пока что Костагне слева в защите, нежели чем Фуча, Фучася, вот, поэтому как-то так, вот таким составом мы выходим, из замен таких Санчес, если я не ошибаюсь, он не смог принять матч против Тоттенхама из-за плохой формы, сейчас вроде все замечательно, ну и Костагне попробуем слева в защите, потому что бегать нам придется много, поехали. King Power Stadium, Leicester City против Manchester City, вторая строчка играет против седьмой, из-за вот этого поражения от Тоттенхама, мы действительно опустились, на две строчки в турнирной таблице, мы видим, что Manchester City, кстати, начинает эту выездную игру от обороны, может быть действительно хочет сберечь силы, на второй тайм, и во втором уже на наших уставших всех игроков, вывалить все свои накопленные силы, ну хотя у них и так это очень хорошо все получается, Агуэра на 10-й минуте, в одно касание, вот как это вообще, просто смотрите, Агуэра отыгрался в стеночку, вообще замечательно, Бернарду Сильвана ее забрасывает, и просто провалилась сейчас наша оборона, 10-я минута, мы пропускаем уже второе поражение подряд, причем минимальное и единственным ударом в створ, сейчас посмотрим, да, и снова такая же статистика, у нас нет ни одного удара, зато у соперника единственный удар в створ и залетает, ужасно играет оборона, дают вначале пробить, ну и потом мы просто не сможем, не можем даже навязать свою игру, таким образом мы все так же на седьмом месте, до нас уже здесь добрался Арсенал, до четвертого места у нас теперь 6 очков отставания, так, Варди никуда не собирается, Хофенхайм, здесь какие-то слухи происходят, сейчас у нас игра против Лидса на выезде, Лидс, 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 они идут на 15-й строчке, то есть они тут действительно за выживанием борются в этом сезоне, я так понимаю, что у нас по игрокам, вот вместо Савинцу естественно Орбан, Банц на самом деле готов, я могу дать ему шанс этот выйти, вместо Лондера Айоза Переза давайте попробуем, и вот не знаю стоит ли Слимани например того же выпустить, пока что мне кажется нет, так рискать мы не можем, Кастагна кстати с ужасной формой, поэтому уходит Фуч, вот, Лидс против Лидс, поехали, итак матч Лидс против Лидса, мы на выезде, посмотрим, что из этого у нас получится, команда послабее, наконец-то нам дали такую, из-за такого ужасного календаря, у нас вот пока что ужасная ситуация в турнирной таблице, ну и все-таки мы снова вот пропускаем, ну почему так, мы не можем ничего сделать в обороне, не хватает нам хороших игроков, забивает Родриго, лидер естественно Лидса в атаке, но очень обидно, тем более против нас, и, наконец-то, наконец-то у нас это получилось, Тилиманс забивает, сравнивает счет, перед самым перерывом, замечательно, я думаю, это у нас уже какое-то проклятие, что мы не можем забить, но вот зато первым ударом, сегодняшнем матче, и мы вышли, ну не вышли, точнее вернулись, к тому, с чего начинали, снова ничья, Тилиманс замечательно пробил, ну и теперь, все начнем заново со второго тайма, так, замечательно, Ундер, на Слимане, то тут на ускорении очень хорошем движется, на Барнса отдает, и Барнс, пожалуйста, и это 2-1, вырываем победу в конце, замечательно, забивает Барнс, ну это действительно победный гол уже, мне кажется, на 89-й минуте Барнс забивает, очень важная для нас победа должна была быть, и она будет, я надеюсь, в турнирной таблице сейчас, и все, минимальная победа на Визе, слава богу, она случилась, молодцы ребята, Тилиманс, Барнс, которого я решил все-таки выпустить вместо Мэдисона, он провел весь матч в составе, на поле, 3 удара, 3 в створ, замечательная статистика, смогли реализовать свои моменты, супер, и так, после 18-го тура, Лестер поднимается на 6-ю строчку, и у нас отставание до 4-й строчки, все так же 6 очков, Арнаутовичу достойно награды лучший футболист Азии, еще нам нашли левого защитника, Мэтлинг Найлз, это и правый даже больше защитник, замечательный игрок, как мы видим вообще по позициям, давайте добавим ему в список, на всякий случай вдруг пригодится, но все равно рейтинг 78, я не знаю, здесь Адрио Педрофа, нам еще нашли в Эспаньоле, но это уже вряд ли, так, Лестер занимает 16-ю строчку, в рейтинге клубов, не знаю, плохо это там или хорошо, не заметил, на каком мы вообще месте были, до вот этого вот, обновления рейтинга, Даниэл, что достойно награды лучший футболист Южной Америки, поздравляем его с этим, так, по фучу, по фучу, пришло предложение, из Уэсбромвича, я не знаю, они в английской премьер-лиге, либо в чемпионшипе, вот эти миллион двести попробуем все-таки забрать, а с него, вот так больше никаких у нас предложений по игрокам нету, лучших футболист Южной Америки, фуча, и нам, кстати, предлагает Манчестер Юнайтед, вы представляете, нам предлагает Манчестер Юнайтед стать главным тренером, они сейчас идут на четвертой строчке, я бы с удовольствием согласился, но у нас была прошлая карьера за них, вот Шеффилд, Фрайбург, Манчестер Юнайтед, Байнфилд, вот, нам предлагают стать главным тренером, ну, это почетно, поэтому как-то так, сейчас у нас играем, выездная против Кристал Пелоса, посмотрим, где они вообще сейчас идут, они идут на 12 строчке, они чуть получше, чем Литц, поэтому готовы, мы должны быть 100% на каждой игре, что у нас по составу, я не знаю, ну вот, не стоит, мне кажется, выпускать Варда, тем более сейчас, потому что там за, Таун Сент-Айоу, то есть, вот эти парни могут забить, поэтому я выпущу, ну, вот самый стартовый свой состав, потому что победы нам нужны, одна за другой, Кристал Пелос против Лестера, поехали, итак, Селхурст Парк, принимает сегодня Кристал Пелос, Лестер Сити, у нас в последних матчах, пока что ужасная серия, два поражения подряд было, от Тоттенхэма и от Манчестер Сити, но смогли добиться, выездной победы, против Литца, ну и посмотрим, как сейчас, снова мы играем на выезде, игроки Лестера, удары, это гол, 67 минута, 67 минута, единственный момент, я так понимаю, там вообще у, Кристал Пелоса, Айоу забивает, вот снова, что сейчас Шмехелю мешало, финальный свисток, минимальное поражение на выезде, три поражения у нас на выезде, нет, одно было дома, одно, если не ошибаюсь, то против Манчестер Сити как раз, и снова мы вот пропускаем, четыре матча подряд, мы пропустили первыми, с Литцем получилось, конечно, отыграться, но ужасная игра от Лестера, мы на восьмом месте, отставание до четвертой строчки, у нас в 7 очков, вот, может стоит действительно перейти в Манчестер Юнайтед, напишите об этом в комментариях, раз предложение поступило, но все-таки, мне кажется, не стоит, потому что мы и так, прошлый сезон, у нас была карьера за Манчестер Юнайтед, так, ежемесячный отчет, переводим время, вы отказались, да, и мы остаемся, действительно, и так, Лаутаро Мартинес, был приобретен, Лестер Сити, замечательный игрок, переход, состоялся, так что, в следующем выпуске, надеюсь, у нас все пойдет по, нужному плану, всего лишь 7 очков, сейчас у нас отставание, которое мы должны удержать, четвертую строчку, подняться до нее, и удержать, и все, на экваторе сезона, клуб Манчестер Сити, опережает Челси, первый день периода трансеров, Матарадсо, из Штутгарта, подал в отставку, важнейший трансер, за 46 почти миллионов, Лаутаро Мартинес, присоединяется к Лестер Сити, Эванс, перешел в Лидс, как раз, который мы обыграли, Чудхури, возвращается в свою команду, Санчес, перейдет в Манчестер Юнайтед, вот такие слухи там, начинаются, так, Гомес, да, Жо Гомес, к нам присоединяется, вообще замечательно, Фуч, он хочет продлить, контракт, вот, но, мы, сейчас будем его, естественно, продавать, так, что по нашим игрокам, так, я даже не знаю, как здесь смотреть, давайте по позиции, наверное, сначала мы посмотрим, ну, здесь понятно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, у нас шесть игроков, в центре, защиты, вот, так и должно быть, Кнайта мы продаем, я не знаю, зачем он нужен, 24 года, рейтинг 56, ничем нам сильно не поможет, Анхелиньо, вот, у нас есть, как бы, приобретение места Фуча, вот, уже будет, ну, я правильно, да, понимаю, что это этот испанский левый защитник, поэтому все, ну, и здесь там уже нам будет, чисто замену для Томаса, Рикардо Перереро и Кастагне справа, Гиди Минди, Чудхури, так, Чудхури, я, наверное, еще бы его бы сдал в аренду, чтобы нам денежки за него дали, Килимон Спрайт, Джеймс, что по Джеймс, ему 30 лет, вот, я не знаю, наверное, он был в аренде, его нам надо продавать, этот парень у нас в аренде, еще Барнс слева, там и Мэдисон, если что, Айозу Перес, Мэдисон, вот, как раз, да, ну, и все, а здесь Варди, Мартинес, причем, Мартинес стоит 70 миллионов, мы его подписали за 46, то есть, я надеюсь, что вот эта вот связка Варди, Мартинес, хоть и только один из них будет на поле, должна сработать, и Хианачо, мы тоже, я бы сдал пока что в аренду, вот, денежки за них мы получим, хотя, я не знаю даже, но Хианачо надо еще подержать в аренде, потому что нам придется скоро продавать Варди, которому 34, так что пока чтобы попридержали, а Хирст, хоть, чтобы мы его продлили, сейчас у него годовая зарплата 32, 32 тысячи, он хочет 270, я даже не знаю, повторные переговоры, давайте посмотрим, давайте 216 хотя бы, какие-то неимоверные деньги здесь предлагают, фуча, сейчас будем ждать, купит ли Уэст Бронбич, либо нет, так, что у нас там еще по составу, молодежная команда у нас обновилась, здесь не знаю, наверное, по рейтингу уже, все так же Харингтон, 40 игроков у нас в молодежной академии, доходы за декабрь, новичок в молодежной команде, фуч, хирст, об уходе, вот, Морган ушел, Эванс ушел, Слимани, Джастин как раз, Гомес посоединился, как Анхилинио, Канате, Лаутару Мартинес, и вот пересмотры контрактов, Ундер, Чудхури и Ихианачо, тут тоже надо по этому поводу поговорить, так, что у нас по рейтингам, Санчес плюс один, Телеманс плюс один, все замечательно, возвращение, Ихианачо и Чудхури, Джеймса, Кнайта, мы все равно сейчас будем большинство из них продавать, продавать, так, ну и насчет, да, давайте сразу там контрактов тоже посмотрим, нам сказали Чудхури, Ихианачо и Ундер, если я не ошибаюсь, нам про этих только трех сказали, Чудхури, Ундер и Ихианачо, все замечательно, так, поскорее продлите, да, чтобы годовая зарплата, давайте мы продлим, а у него до какого года там вообще все, до 2023, так, он хочет 3 миллиона, сейчас у него 2 720 миллионов, у него компенсация, он стоит уже подороже, рыночные стоимости, естественно, там мы поднимем, 2400 мы предложим ему, то есть на понижение, все замечательно, сейчас с экономией, чуть Хури, до 2023, 8 миллионов, у него компенсация, он столько и стоит, примерно миллион 100 у него зарплата, вот, ну, там компенсацию столько же, практически мы оставляем, миллион 139 у него будет, то есть на 10 тысяч меньше, ну и Ихианачо, стоит по контракту 13, выкуп, так сказать, стоит 15, рыночная стоимость, миллион 400 у него, контракт, у нас столько и будет, 13, 300, у него компенсация, то есть сохраняется, поэтому как-то так, контракты мы переподписали, переходим дальше, переговоры Фуча, зашли в тупик, то есть он не переходит, я так понимаю, сильно, большой, я так понимаю, мы стоимость там предложили, за него Ундер, ведутся, переговоры, замечательно, Фуч, повторные переговоры, оказались неудачными, здесь все нормально, но с Фучем, я не буду, наверное, продлевать контракт, зачем, если я его и так, хочу продать сейчас, по переговорам, нам скауты нашли, по общему рейтингу, в Англии, Робертса, но я добавлю, но вряд ли мы его приобретем, потому что, таких денег у нас нет, мне бы лишь бы, Тирни, подписать, сейчас постараемся, дать Чудкури, и, Ихианачо в аренду, и за это мы получим, какие-нибудь там, Димжата, и подпишем Тирни, поэтому все, я могу сразу, изменить там план игры, вот, ну, слева у нас, естественно, не Томас, а Анхелини будет, вот так вот, и здесь, то есть Анхелини у нас будет, основным теперь игроком, вот, что у нас здесь дальше, Гомес, Саюнцу, Санчес, и даже вот так бы, Санчеса по центру бы поставил, Гомес, Санчес, Саюнцу, в центре защиты, у нас также есть, если что, Конате, он был куплен, так сказать, на всякие там, пожарные, я не знаю, их сравнивать же можно, как-нибудь бы, если только вот так, Конате, это повыше даже, чем Саюнцу будет, и, я не знаю, на самом деле, надо будет потом посмотреть, кто из них действительно там получше, поэтому как-то так, но пока что мы здесь все нормально сделаем, в центре у нас, естественно, Прайд Минди, у нас скамейки запасных, Хайоза Перес, как правый нападающий, ну, а здесь тогда мы ставим Лаутара Мартинеса, и ставим его в старт, потому что, мне кажется, он должен будет себя прям показывать, Телеманца даже бы повыше поднял. Анхелиньо, пока что вообще без какой-либо там, сыгранности, мы видим, что у всех есть зеленые, какие-нибудь там, линки, потому что многие играли Анхелиньо, с того, что, наверное, как свободного агента, мы вроде приобрели, поэтому никакой у него сыгранности как таковой и нету. Что по нашим остальным центральным защитникам? У нас есть Конатэ, у нас есть Орбан, у нас есть Афафана, пока что, но ему 21 год, поэтому, мне кажется, пока что все замечательно, пусть он у нас будет в команде. Все, слева у нас, как мы видим, Барнс, и на этом все. Вот такая вот у нас должна быть скамейки запасных без Джеймса. Дальше это уже вот Кнайт, Джеймс, Томас, это игроки на продажу. Троица, Ихианачо, Чудхури, одному 24, другому 25. Мы сдаем их в аренду, чтобы получить деньги и подписать слева в защиту Тирни. То есть даже Анхелиньо станет сейчас игроком запаса скамейки запасных. Поэтому как-то так. Поэтому все, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребята, всем спасибо большое, кто смотрел этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Но с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиданок Сэр. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok